Утро на телеканале Россия продолжает весить ваше в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре понедельник 12 июля. Продолжается сезон отпусков. С начала года на российском побережье уже отдохнули более трех миллионов туристов. Так из Чебоксар до морского курорта можно добраться на поезде, машине или самолете. Если вы сегодня будете в воздухе, не забудьте поздравить тех, кто во время полета помогает вам справиться со страхом высоты, рассмешит, напоит и накормит вас, если вы проголодались. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают бортпроводники гражданской авиации. Однако с 1 июля посетить курорты Краснодарского края можно только с отрицательным тестом ПЦР или сертификатом о вакцинации. Также с сегодняшнего дня данное правило распространяется на Волгоградскую область. Если вы отправляетесь в путешествие по городам России, не забудьте о том, что новые ограничения действуют во многих регионах страны. Так, например, без справок нельзя будет посетить кафе, заселиться в отель, а также сходить на массовые мероприятия. Если вы все же решили отправиться за границу, хотелось бы вас предупредить. Будьте осторожны, ведь даже на начальном этапе покупки билетов можно попасться на уловки мошенников. За последний месяц количество ресурсов, желающих подзаработать на доверчивых людях, увеличилось на 60%. Специалисты предупреждают – проверяйте на правильность написания знакомые сайты. Не переходите по ссылкам из писем и сообщений. При оплате убедитесь, что вы не переводите деньги физическому лицу. А лучше всего для покупки билетов используйте отдельную банковскую карту, чтобы после оплаты проезда на счету было пусто. Отмечу, что провести отпуск можно и в Чувашии, в регионе прозрачных голубых озер и лесов. Так, на этой неделе ожидается настоящая тропическая жара. Температура воздуха поднимется до плюсы 34. Чтобы освежиться, советую вам посетить озеро из Яр в Заволжье. Но не забудьте, разжигать костры в лесу строго-настрого запрещено. В регионе все еще действует оранжевый режим пожароопасности. Также отмечу, что в скором времени на мосту через ГЭС будут образовываться заторы. Здесь начнут ремонтировать дорожное покрытие. Подготовительные работы уже начались. Сейчас идет демонтаж бордюров. К другим новостям. По всей стране продолжается приемная кампания ВУЗы. Так, отправить документы для поступления в учебные заведения будущие студенты могут по почте. Абитуриенты при этом могут даже не выходить из дома. При выборе ЕМС отправления курьер почты заберет документы сам. Но если вы все же решили прогуляться, отправить сформированный пакет можно из любого почтового отделения. В любом случае ВУЗ документы доставит курьер. Сегодня во всем мире отмечают еще одно событие – праздник бумажного пакета. Давайте все вместе позаботимся об экологии и в этот день откажемся от пластиковых сумок. Отправляясь за покупками, отдайте предпочтение бумажному варианту – авоське или холщовому шоперу. Таковы вести к этому часу. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова